ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Если меня где-то как-то бубнили, Флорик вон по сей день уже третью неделю обещает целое видео про меня сделать, но вместо этого выпускает по-прежнему свои непродажные видео, то в итоге о минусах этой игры высказался сейчас, наверное, уже практически каждый. И даже главный защитник АВ-шки Флорик, который рьяно защищал проект еще от нападок сантехника, Аки Флюгер под популярным веянием критики игры выпустил видос о ее минусах. Сначала я было удивился, мол, вот это поворот, но потом видео посмотрел и все стало на свои места. Оказывается, оптимизация в игре по-прежнему замечательная, просто надо иметь геймерский комп, чтобы играть в армату, ибо график тут зашибись, а движок вообще самый лучший в мире. А главная проблема игры это в том, что у каждого танка не по 15 разных видов снарядов, вы можете себе в это поверить. Просто вот 15 снарядов в армату запилить, и разных игра станет number one. Обалдеть. Следующим видос о недостатках игры выпустил секс-символ в Сиа-Латвии, знаток военной техники и автомобилей, знаток истории без всякой Википедии, ну и потомственный белогвардеец в изгнании. Который заявил, что главный минус игры это пиксель-хантинг. Дескать, все танки мира должны биться в нижний бронелист, и похрену, что большинство из них там по сей день наверняка засекречены, но на самом деле там 100 миллиметров, потому что в упор эти танки все равно не воюют, с дистанции шанс попасть сюда крайне маленький, и бла-бла-бла, и все такое. Ну, что поделать, тоскует шпротная душа по War Thunder, по реализму вот этому вот антиигровому, чтобы все ваншотили друг друга, наверное, с вертухи с первого попадания, поэтому он говорит, что НЛД танкам надо полностью вообще расшить. Дабы вследствие чего, аки-картофельные танки УБТ-шки боялись ехать вперед, ибо каждым снарядом с вертушки в щи их начнут тут же пробивать, и кому это надо вообще непонятно, но, собственно, что еще мог предложить человек, который на одном из стримов, стоя в кустах на Т-90, по-моему, заявил, что нахрена я буду ехать вперед, когда есть у меня отличная команда, она мне и посветит, и за меня вообще все, в принципе, сделает. И даже уже в третьем, а может и в четвертом видосе про Т-80, который то говно, то хороший, то снова говно, то опять, видимо, хороший, вроде как и броню его хвалят, а играет все равно как на ИТ-шке из самых дальних кустов, которые только на карте удалось найти. Также на днях событиях недели у Саши Бенга все сливки элитные вододелов и стримеров Арматы, то есть люди, которые реально скилловые, командиры клановых турнирных команд, взводов, просто кланов, также на эту тему высказались, но там уже что-то более похожее на истину и адекватное было произнесено. Ну и кореш мой Хандрос, который также является крайне скилловым водомесом Арматы, который уж сколько терпел-терпел, играл-играл, но в итоге тоже сдался и выдал видео, в котором перечислил причины, отбивающие желание играть в Армату. Кто не видел, обязательно, кстати, советую глянуть, на первых же минутах там эпичнейший таран Леопардом Сфинкса, то есть легкой вот этой колесной машинки, от которого у танка просто слетела гусеница. Ну и на этом, собственно, прелюдия заканчивается и переходим ко мнению лично моему. Начну, пожалуй, издалека. Дело в том, что проект Армата с самого начала пошел с козырей, и первое, что об игре узнавали люди, ну, помимо того, что это убийца World of Tanks, конечно, это то, что игру, во-первых, разрабатывает Obsidian Games, то есть компания, в принципе, в миру довольно известная, уже ни одну игрульку она выпустила, и, в принципе, ожидалась от нее очередная годнота. Реализовывать игру на СНГ-пространстве будет Mail.ru, а это, во-первых, бабло, во-вторых, сильнейший маркетинговый рычаг, ну, а также то, что игра делается на движке CryEngine, по легенде на четвертом, но многие говорят, что это третий, но, так или иначе, подразумевалось то, что на движке CryEngine можно сделать вообще что угодно, то есть все то, что на своем чудовищном движке не смогла сделать картошка, и в довесок все то, чего вообще душе захочется. Ну, ибо, с одной стороны, и движок это позволит, а с другой стороны, Obsidian. Они могут, они умеют, ведь это, ммм, Obsidian. Что же получилось на выходе? Что должно было убить картошку? А получилось, как в том старом анекдоте про завод АвтоВАЗ, когда его решили реформировать, полностью перестроить, переделать, снесли завод, снесли станки, полностью заново все отстроили, запустили конвейер, на выходе все равно Приора. Инженеры репу чешут, понять ничего не могут, а какой-то старик подошел и говорит, да завод тут ни при чем, место проклято. Многие считают, многие думают, многие говорят, что Mail.ru заказчик игры и Mail.ru во всем виноват. Ну, позвольте, господа, а что, неужели Mail.ru игру с лагами заказывала? Я что-то сильно сомневаюсь. Мы, скорее всего, не узнаем, кто чего заказывал, кто движок для этой игры выбирал, но, так или иначе, Obsidian, очевидно, не смог. Во-вторых, мне просто-напросто вообще непонятно, зачем нужно было брать такой движок и делать на нем клон картошки, то есть игру ровно в таком же гребаном сеттинге. По-моему, CryEngine избыточно мощный движок для такой игры, в которой есть только рандомные карты, рандомные бои и ангарчик. Ну, да чертим с движком, я в этом не бог весь какой эксперт, но я вообще нихрена не могу понять, почему картошку решили бить на ее же собственном поле, почему этот дурацкий сеттинг. Снова бои 15 на 15 на картах, которые выбираются рандомно и которые раз за разом одни и те же, вот они выпадают, и раз за разом ты на них играешь, просто у тебя со временем меняется техника, но ты все равно играешь на этих же самых картах. Каждая новая карта появляется раз в несколько месяцев, то есть поэтому они повторяются раз за разом, друг за другом, просто как гребанная карусель, и это просто какая-то жесть. Такое прокатить могло реально, вот когда Wargaming только начинал, в 6 долбанных лет назад, сейчас 2016 год. Зачем пытаться людям снова скармливать то же самое? Mail.ru провела отличную рекламную кампанию, интерес к игре был просто громадный, но люди, которым надоела картошка, не пойдут играть в точно такую же игру, это бред. На кого была рассчитана эта игра? На тех, кто недовольны картошкой, так те, кто и недовольны, уже давно друг друга мечами рубят в какой-нибудь мумошке, а скорее всего продолжают через силу давиться тем же самым картофанам, и на новую современную технику они просто-напросто не поведутся, потому что бои по-прежнему вот точь-точь в такие же, как и у них. Просто скорость геймплея увеличена на 0,5 целых, мне кажется. Что-то типа того. Ну и собственно мы подошли к тому, на чем базировалась основная идея игры. Это на том, что мы завезем в игру современную технику, сейчас вокруг нее очень много шума, какой танк в игре самый крутой, армата не армата, абрамс не абрамс, что там леопарды и так далее и тому подобное, и это будет хайп. Тем более игру назовем в честь арматы, ее сейчас часто гуглят во всем мире, прям двойное ком. Ну на том и порешили. В сеттинг Мейдлин Картошка завезли современную технику, просто-напросто. Танки, БМДшки, БМПшки, джипы и арту. Далее стал вопрос, каким образом это все между собой балансить, как оправдать существование машинки с автопушкой в игре про танки. Что может сделать БМДшка современному основному боевому танку, только разве что шмальнуть в него птуром, так у него комплекс активной защиты есть, ну надо значит его понерфить как-нибудь, сделать ему длинный откат, а потом активацию на кнопку и все такое прочее, и все такое мутное. Попутно принимая какие-то нелепые решения о нерфе кормовой брони на 70% без всяких там ТТХ, просто потому что для геймплея это нужно потом скорость поворота, дальше с бортов броню уберут, потом действительно разошьют броню, в итоге джипик с автопушкой будет нагибать танки, возможно просто пачками. А там, глядишь, и необходимость в БМПТ Терминатор появится, так как танкам нужна будет поддержка, чтобы отбиться от этих маленьких крысят с автопушками, ну потому что сейчас БМПТ Терминатор это самый, наверное, нелепый вид бронетехники, и на нем вообще никто не играет. Ну а сверху все это великолепие обстреливает арта, нанося своими 155-миллиметровыми фугасными снарядами шлепки по 300-400 урона, ну просто потому что для геймплея так нужно, и еще порежут, при этом, я думаю, и не раз это все дело. И снова на современных танках присутствует такой параметр, как какое-то там сведение, на ходу они стреляют еще хуже, чем танки Второй мировой из картохи, ну видимо почему-то решили, что если танк будет стрелять на ходу, это будет прямо супер читерство. А то, что на ходу надо лючок выцелить для пиксельхантинга, это вас не смущает, господа? В итоге, после всех этих балансных чудес, которыми постарались оправдать существование каждого вида техники в игре, самые современные основные боевые танки каждой страны получились, во-первых, слепыми, дабы оправдать существование в игре ББМ, во-вторых, косыми, ну тут в принципе хрен знает почему, но будем считать, чтобы оправдать существование в игре истребителей танков, хотя истребители танков тоже бывают чрезвычайно косые. В-третьих, у каждого есть несколько абсолютно вафельных мест, аки у звезды смерти, ну дескать, чтобы даже машинка с пулеметом имела шанс завалить танк, заехав ему в задницу. И самое унылое это то, что поддавшись войну некоторых людей, типа «Эээ, наши танки не нагибают, потому что игру делали американцы!» Вот вместо того, чтобы сказать «заткнитесь» и хватит, во-первых, смотреть про российские военные программы, где у нас выясняется, что просто вся техника лучшая в мире, и непонятно, почему мы ещё миром не правим, почему мы в нём не господствуем. А во-вторых, российские танки бьются в нижний лист, потому что 70% онлайна играет на российских танках. Ну и тут многие умники скажут «Эй, так ведь ты первый поливал говном Т-80 и говорил, что его надо апнуть». Да, но я-то говорил, что ему скорость надо апнуть, а не брони ему наверстать и сделать из него второй челленджер. Но скорость ему апать не стали. Почему? Да потому что в игре есть лёгкие танки, которым тоже нужен смысл существования. Боже мой, какая прелесть! В итоге в войну поддались, кому-то что-то зашили, кому-то что-то расшили, и сделали 80% танков в игре абсолютно одинаковыми. То есть они вообще мало чем друг от друга теперь отличаются, ездят и долбят друг друга в люке мехвода с практически одинаковым уроном, с практически одинаковым КД и с практически одинаковой точностью. Пробой брони как ни на что не влиял, так и продолжает ни на что не влиять. Точность тоже параметр сомнительный, снаряд летит куда ему хочется, да плюс ещё задержка непонятная. Короче, настоящая жесть. Онлайн посыпался, онлайн побежал. Да, можно говорить, что лето, поэтому онлайн упал. Вообще-то ещё начало лета, и дети на даче, да в деревне уехать ещё толком не успели, поэтому в самом начале лета-в конце мая онлайн должен был наоборот подскочить, так как, ну, каникулы только начались как бы. И если в это время онлайн упал, то что будет в середине лета даже представить страшно. Ну а далее бесплатная консультация для Mail.ru и Obsidian Games на тему, как надо было сделать игру, чтобы картошка реально прикурила. Очевиднейшая проблема баланса современной техники заключается, на мой взгляд, как раз именно в том, что использован картофельный сеттинг геймплея, который на современную технику, ну, вообще никак не рассчитан. Короче говоря, некоторая техника, задействованная в этой игре, имеет довольно широкий спектр применения. Кто-то гасит пехоту, кто-то гасит огневые точки врага, ну а в игре все вынуждены убивать тупо танки. Вот, например, боевая разведывательная машина. Казалось бы, в игре она себя оправдывает, в игре она осуществляет разведку. Кого и зачем, если все и так знают, откуда враг приедет, по какому направлению, по какой дороге, буквально с точностью до квадрата можно заранее предсказать, кто где будет стоять. Ну да ладно, она еще хоть как-то, хоть каким-то боком в этой игре нормально себя отрабатывает. А вот БМД для чего в этой игре нужна? Она нормально танку бить не может, светить нормально она не может, ибо есть ББМки. Основная идея БМД это то, что ее самолетом можно десантировать. В игре это реализовано? Нет, не реализовано. Танки в игре плавают? Нет, не плавают. А если бы и плавали, то куда? Хрен ли тут плавать-то? По речке что ли? Ну и то же самое, естественно, про БМП, поскольку пехоты в игре нет, транспортировать некого. И некуда, БМПшка вынуждена быть полусветляком и сражаться с танками. Так какой же тогда игре нужен сеттинг, спросите вы? Ну, хотя бы такой, как в War Thunder. Вот серьезно, было бы очень интересно скрестить эти два проекта под идеей современной техники, а не тупо передрать все у картошки. При условии того, что это край-энжин, и делать на нем можно что угодно, идею можно было просто реализовать идеальнейшим образом. Сделать большую карту, а лучше огромную. Сделать бои 30 на 30. Заранее, чтобы каждый в ангаре подбирал себе сетап техники. Там, ну, например, теоретически один танк, одну БМПшку, там, например, один джипик, ну, и, возможно, одну арту, типа, вместо бомбардировщика. При таком раскладе легко довольно каждый вид техники наполнить своим смыслом. То есть, респаунить БМПшки или БМДшки в рандомных местах на парашюте, чтобы какая-то техника обеспечивала прикрытие для этой самой высадки. Несколько точек для захватов, например, с разными бонусами. Типа, захватил там какой-нибудь, не знаю, аэродром, можешь вызывать вертолеты, управляемые, внимание, искусственным интеллектом. Я никогда не говорил, что в игре должны быть вертолеты, которыми будут люди управлять. Нахрена это надо? Чтобы танки не могли захватывать эти самые точки. Чтобы для захвата обязательно должна была подъехать БМП, которая теоретически привозит пехоту. Пусть хотя бы невидимую, ну или видимую, но заскриптованную. Даже заскриптованная пехота будет украшением геймплея. За набитые на танках и БМДшках и ББМках фраги давать снаряды для арты, которая пусть стоит, ради бога, далеко, вне зоны досягаемости другой вражеской арты, чтобы снаряд летел реально долго, но точно. Ну и ебстественно дамажил как следует. То есть вы представьте себе только это сражение, крайне динамичное. То есть дохрена народу, дохрена разной техники. Суть задачи привести на точку захвата пехоты больше, чем это сделал ваш противник. То есть танки должны подрывать вражеские БМПшки, прикрывать союзные БМПшки, БМДшки. Также с пехотой сбрасываются с самолета, и все это устремляется к точкам. Сверху еще время от времени бабаха и торта. Да в такой игре миллионный бы онлайн был, нет, миллиардный бы он был онлайн. Картошка разорилась бы к хренам собачьим через пару месяцев, и продала бы свои все офисы на Кипре. И чихать было бы всем и на лаги, и на задержки выстрелов, и на пиксель-хантинг. Этот бутин не ладен просто потому, что каждый танк можно было бы объехать с фланга. Реально это было бы возможно. Ну и потом насчет пиксель-хантинга была прекрасная идея об износе брони. Но сказали, что это реализовать, дескать, слишком сложно. Блин, да вот реально, серьезно, хрена ли в этом сложного, учитывая, что изнашиваемые детали должны быть только в лобовой проекции танка, но потому, что всем насрать, насколько изношена броня в задницу, она и так всеми пробивается. В итоге мы получаем нижнюю деталь, верхнюю лобовую деталь и башню. Вот и все, что должно изнашиваться. Три состояния этой брони, допустим, целая зеленая, желтая помятая, красная, все там уже, не знаю, дыры какие-нибудь. И это, блядь, сложно. Да есть такая игра, как Красаут, где вся машина из деталей состоит, и все они изнашиваются и отваливаются к херам собачьим. Вот там это не сложно. А в Армате, блядь, три детали на танке, это сложно. Еще раз говорю, если Obsidian Games что-то не может, гоните их нахрен. Пусть идут, делают дальше свой Южный парк, полка истины или что у них там еще. Это у них, по крайней мере, без лагов получается, и я реально с удовольствием играл в Южный парк, и пусть они его быстрее уже сделают. А для Armored Warfare найти реально пряморуких программистов, которые хотят работать, зарабатывать и делать годноту, а не абы что и лишь бы как. Короче говоря, для начала надо запилить нормальный сеттинг, ну, как я уже сказал, хотя бы простенький, на большой, на огромной карте, для большого числа людей, с самой разной техникой, чтобы просто для начала захватывали базы, да, то есть бились вокруг этих точек захвата. Уже потом можно будет подумать, что каждая точка на какой карте будет давать, да, какие бонусы для команды, ну, чтобы наполнить это большим смыслом, потом уже ввести какие-то клановые войны, там может быть штурм каких-то укрепрайонов, или просто классические битвы ваши любимые 15 на 15. Но для начала надо подтянуть людей в онлайн, подсадить их в прямом смысле на игру, и при этом используя умеренный либо минимальный донат, а не такой, как Mail.ru любят. Но политика развития Armored Warfare уже, в принципе, кристально ясна и понятна, и она совершенно другая. Это, во-первых, правка багов с попутным завозом багов новых, чтобы было что исправлять в дальнейшем, вечный перебаланс техники а-ля картошка, ну и а-ля картошка завоз техники новый, постоянный, чтобы у игроков был смысл, чтобы им было что качать. Ну, вы только вспомните, с какой помпой отмечали ввод третьего поставщика в игру. Приехал Obsidian Games в Москву, пригласили топовых водомесов, дабы устроить им встречу с разработчиком, а заодно и тапочки подарить. И всё это напоминаю по поводу ввода семи китайских танков. Интересно, кто-нибудь из разработчиков вообще задумывался, кому нужны эти китайские танки? Вот посмотрите на них не то, что сейчас никто не играет, даже после ввода на них никто не играл. И да, на старте проекта действительно патчи выходили очень быстро, буквально там каждый месяц, а возможно даже несколько раз в месяц. Но если вы оглянетесь назад и попытаетесь вспомнить, что же эти патчи изменяли, то действительно вы вспомните только ввод китайцев, ввод двух новых карт, а также ввод матчмейкера 2.0, вывод матчмейкера 2.0, ну и кучу исправлений, багов, балансов и постоянный апп ПВЕ. ПВЕ вообще, походу, единственное, что отлично развивается в рамках данного проекта. Всё же остальное привело, как мы видим, к упадку. Что, на мой взгляд, как бы намекает, что продолжать развивать проект данным курсом нельзя. Вообще, в кромешной тьме появился небольшой просвет. Где-то три недели назад в официальной группе Armored Warfare я видел голосование на тему, как нам назвать наш новый режим. Но при этом я что-то нигде до сих пор не видел описания этого самого нового режима. Вы что, сначала название выбираете, потом режим придумываете? Как в том анекдоте, который Трахтенберг рассказал, типа, в России заборы строятся дедовским способом. Сначала пишется жуй, а потом прибиваются доски. Ну, на этом, в общем-то, всё. Я сказал, наверное, почти всё, что хотел сказать. Всё остальное я вспомню, как правило, уже после того, как видео уйдёт в релиз. Естественно, жду гневных высеров от диванных экспертов из пятого класса по поводу своего скептического высказывания, по поводу отечественной военной техники. Но, в конце концов, именно на тяге из подорванных пердаков мои видосы и взлетают в топ Ютуба. В конце концов, ни для кого ни секрет и ни тайна, что я регулярно занимаюсь хейтерством, высказывая своё мнение о какой-либо игре или о чём-либо вообще в целом. И лишний раз скоро это сенсационно всем объявит флорик. Кстати, ты заебал. Давай уж быстрее, сколько можно резину-то тянуть. Ну, а в комментах пишите, что вы думаете по поводу геймплея, который озвучил я. Может быть, у вас есть какие-то свои идеи на этот счёт. Может, есть какие-то свои мысли по поводу развития Armored Warfare. Ну и вообще, что-нибудь пишите. Ну и, соответственно, заодно что-нибудь жмите. Адьо, амигос! Адьо! Адьо, амигос! Адьо! Адьо, амигос! Продолжение следует...